Городец не перестает удивлять историков. Древний город на пороге нового открытия. Здесь, на берегу реки Волги, археологи нашли старинные изразцы, подобных которым по оригинальной форме и сюжетам в России на сегодняшний день нет. Это не балахнинские изразцы, такие изразцы и в России неизвестны. То есть они неизвестны. То есть те специалисты, которые приезжали здесь, смотрели, работали, они говорят, что мы таких не встречали, они неизвестны. То есть это видимость, на самом деле, сугубо городецкого производства. И даже если конкретно данное место, то что данные постройки, которые мы раскапываем, не связаны именно с производством, а только с отходами, то в любом случае это достаточно важное открытие, потому что, собственно, у нас в России известно только, наверное, два места всего производства изразцов. А это, по сути, получается третье место для их производителей. Изразцы – это глазированные керамические плитки, украшенные живописью или рельефом. Само слово произошло от русского словосочетания «образить здание». Неудивительно, что именно изразцами в прошлые века украшали дома, печи и камины, стены храмов, купола. По всей России работало множество небольших гончарных мастерских, где безымянные народные самородки-мастера создавали свои шедевры. Такая мастерская, по мнению археологов, находилась и в городце, рядом с местом раскопок. Об этом говорят сами находки. Изразцы здесь разные, то есть это не одна печь, не один набор одной печи. То есть разный сюжет, разный этап изготовления изразца. То есть есть доделанные, есть недоделанные, есть бракованные, есть отходы производства, есть керамический кошелак или оплавленный. Здесь сюжет есть, собственно, свой городецкий. Допустим, мы находили изображение головы совы, которые нигде больше не встречаются практически. То есть они неизвестны на каких других изразцах. На других изразцах встречаются более мелкие птицы. Вот здесь, допустим, небольшой цветочек, веточка, который... На других изразцах встречается птичка, которая эту ветку несет к этому клюву. Крупная птица, которая так как бы грозно поворачивается, смотрит. То есть какой-то смысл все равно в этом был. Конечно же, да, конечно, есть какая-то символика, есть какой-то сюжет, все не просто так. Все эти уникальные раритеты могли исчезнуть. С каждым годом крутой городецкий берег практически всплывает в Волгу, и с каждым приливом она уносит все тайны своим бурным течением. Случайно, а может и нет, в одном из таких мест в Нижней Слободе оказался местный житель Виктор Галибин. Говорит, что всегда интересовался историей древнего города и не раз бродил по прибрежной полосе в поисках интересных находок. Так в один из дней и нашел глиняные черепки. Птички там, содержательные, с картинками сюжетные, обломки. Ну, собирал-собирал сначала, думал, может пожар, может печка была какая-нибудь. Года четыре собирал эти обломки, приносил домой. Думаю, в надежде, может быть, соберется какой-то из розет и так далее. А когда нашел из розет неполитый, думаю, значит, здесь сделали, соберешься по склону. А там слои идут, из розцы, где-то камни какие-то, кирпичи. А где-то, смотри, прямо слоями битые горшки, эти черепки от горшков. И смотри, яма-то уже уходит, уходит. Кончается Волга, обрушивается. Объехал ходить некогда. И обратился к Иранцеву, к Артему. Принес эти из розцы. Он нашел Дмитрия Александровича, настоящего археолога. На месте раскопок группа археологов нашла не только фрагменты глиняных изделий. В толще земли находилось и разрушенное подвальное помещение дома 17 века. Сюда, по мнению историков, складывались из розцы, в том числе и бракованные. А судя по их количеству, а найдено несколько сотен обломков, само керамическое производство предположительно находилось неподалеку и было не из маленьких. Здесь не только из розцы. Археологический памятник, который здесь располагается, он существовал не только в 17 веке. Эта территория, видимо, входила в состав средневекового города Городца, либо послежащий там с Лободой. Здесь встречается материал с 13 века, с 14. Встречается керамик 15 веков, с 16-17 века. То есть это поселение существовало достаточно долго и практически до настоящего времени. Находили керамические грузила, например, в верхних слоях. Керамические, каменные, железные предметы, типа ножи, скобы. Очень много керамики из розцов, в том числе печных. У нас все находки имеют ценность, потому что каждая находка сама по себе, она не очень информативна. А когда они в комплексе, то они уже дают какое-то такое представление, развернутую картину того, что здесь происходило. Весь собранный материал археологи отправят на исследование различным специалистам, реставраторам, керамистам, историкам. И только после этого уникальные находки вернутся снова в Городец, чтобы стать частью богатой коллекции Краеведческого музея, которая наверняка еще будет пополняться новыми раритетами. Кто знает, чем еще может удивить древняя Городецкая земля.